Пришел мужчина к женщине. В столице Чуваши состоялся пресс-показ премьерного спектакля. В чувства главных героев разбиралась Юлия Важенина. Я один живу, Дмитрий Ведорович. У меня слышно жизни, как вы знаете. Не сложилось. А это вам Юдив сказал? Я сама вижу. Он и она. В постановке лишь два действующих лица. Главный герой – мужчина с тонкой душевной организацией, склонностью к рефлексии и философскими размышлениями. А нам – женщина с более прагматичным подходом. Каждый из них желает обрести тепло, уют и счастье семейной жизни. В мире, когда все очень одиноки, разрознены, несмотря на то, что сейчас много социальных сетей, скайп, все на связи, можно в любую минуту взять телефон и созвониться с человеком, находящимся в любой точке Земли. Но при этом люди очень сильно одинокие, несчастные. И особенно это сложно людям, которым после сорока, как Виктору Петровичу, главному герою. Пьеса «Пришел мужчина к женщине» уже стала классикой. Она идет и в России, и в Европе. Главную роль в разное время играли Любовь Полищук, Людмила Гурченко и Ирина Алферова. Они рассказывают простую житейскую историю, понятную всем. В постановке нашего камерного театра женская роль досталась Надежде Назаровой. Полищук смотрела, и Порошина смотрела, и Волочкова так чуть-чуть. А вообще, ну, так как зерно роли, оно у всех одно и то же, у всех героинь, мы, наверное, что-то свое внесли, там, в характер моей героини, допустим, что-то я внесла, что-то режиссер подсказал. Герою уже за 40. Он интеллигентный и застенчивый, отчаявшийся найти любовь. Лжиться в роль Дмитрию Цыганову пришлось в рекорд на короткие сроки. На все про все у актеров было лишь две недели. Для сравнения, в прошлую постановку они погружались более четырех месяцев. Сложно, да, даже в некоторых местах. Немножко чуть-чуть не посыпался, ну, было даже чуть-чуть, но это сложно. Это надо привыкнуть. У меня первый раз в практике такое. За две недели стоять и еще вдвоем играть. В кино можно дубль повторить, а здесь уже это невозможно и это тяжелее. Для средств массовой информации театр устроил пресс-показ. Что касается самой премьеры, то она состоится уже на этих выходных. Юлия Важенина, Бахтияр Велеев, Республика.